А перед просмотром этого видео я хотел бы попросить зайти и подписаться на канал Тито Гарри. Он делает действительно интересные и смешные видео. А в какие игры он играет и какие рубрики он снимает, вы сможете узнать, зайдя на его канал. Ссылочка на него в описании, заходите, подписывайтесь и действительно смотрите интересные видео. А мы приступаем к просмотру. Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Эдисон. Всем добро пожаловать в новую серию нашего шестого сезона с модом Пиксельмон. И как обычно, перед тем, как продолжить наше путешествие в мире покемонов, давайте посмотрим, какое же развлечение нас ждет в этой серии. И что, ребята, мы будем делать в этой серии? И мы будем дальше прокачивать наших покемонов. И остался только один покемон, и мы уже пойдем на сражение к геймлидеру. Но перед этим, ребята, я бы хотел вас попросить поставить лайк. Ведь если мы наберем тысячу лайков на вот этом видео, то, во-первых, я буду очень сильно рад. Во-вторых, это действительно даст мне больше сил для записи новых видео. И честное слово, ребят, я прям действительно рад, когда вы ставите лайки. Это действительно мне дает больше сил для записи новых видео. И также, ребятушечки, не забываем оставлять... Но перед этим, еще раз скажу, ребята, набираем тысячу лайков, сразу же выходит следующая серия Пиксельмона. Когда это будет сегодня, завтра или послезавтра, зависит только от вас. Как только мы наберем тысячу лайков, в ту же секунду выходит новая серия. Поэтому, ребята, не забываем ставить лайк. И также оставляем свои комментарии, если хотите со мной пообщаться. Я на них отвечаю, также с тобой пообщаюсь. И последнее, ребята, быстренько заканчиваем это то, что подписывайтесь на мой канал. Я буду рад каждому новому подписчику, каждого нового человека. Я готов принять нашу большую дружную семью. Поэтому, ребята, не забываем и подписываемся. Я тоже буду очень сильно этому рад. Ну что, куда мы потопаем? Между сериями я уже немного подкачал нашего Шанделура. И он уже 50 уровень. Давайте посмотрим, сколько я прокачал наш орб. У нас уже... Я вроде прокачал ему около 60 слотов. То есть, в конце предыдущей серии у него было около... Сколько у него было, ребята? Кто-то помнит? Вроде 30... Нет, вроде 330 около этого. Сейчас уже 270. То есть, я ему прокачал окорок нафиг. Около 60 вот этих убийств. Если честно, это даже очень сильно круто. Что я выбил? Я навыбивал вот всякие... Не знаю. Давайте сейчас посмотрим. Я быстренько вот это всё попродаю. Вот так. Потому что вот такие ресурсы нам действительно очень сильно нужны. Вы же знаете то, что мы в данный момент собираем себе на... На что мы, ребята, себя собираем? Конечно же, на механическую наковальню, которая будет делать за нас всю работу. И моя ленивая жопа всё же... Всё же не будет трудиться по поводу крафта новых покеболов. Потому что вы знаете, что это реально такое... Очень... Ну, очень... Как это сказать? Очень нудное занятие. У нас уже есть 15, ребята. У нас уже есть 15 монет. А сколько оно стоит? А стоит оно 30. Короче, ровно 50% мы себе уже... Мы себе уже нафармили. Сейчас. Шандалур у нас 50 уровень. Патчерису 56. Инфернейп 60. И Арон 26. Ребятушечки, что нам сейчас нужно делать? Это прокачивать Арона. Потому что вы сами видите, то что он пока что ещё очень слабенький. Даже если взять того же... Если взять того же Шандалура, то мне кажется, даже он уже сможет что-то порешать. Потому что 50 уровень, это уже хоть что-то. И когда я прокачивал им покемон, когда я его прокачивал, то если честно, у него даже там офигенная одна атака есть, которая называется Хекс. Это вроде призрачная атака. Она, если честно, даже очень круто сносит. Иногда даже с одного удара убивает. Но это тоже, наверное, случайность. Но всё же это реально очень крутая атака. И мне кажется, тот же, тот же, тот же Шандалур уже даже что-то сможет порешать. Поэтому, ребята, это даже очень сильно круто. Вот эти хрени нужно срубать. Я вам, ребята, честное слово говорю, это нужно срубать, потому что я забываю. Я забываю, были ли мы тут, не были ли мы тут. Потому что, если мы это всё срубим, то тогда это дерево уже полностью пропадёт. Я уже буду знать то, что... То, что мы тут уже были, и то, что сюда возвращаться больше не нужно. Так, забираем. Файерстоун. Сойдёт. То есть, не прям ухты-мухты. Но всё же сойдёт. Смотрим, ребята, смотрим по сторонам. Во! Вот, 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 кто нам нужен. Вот райдоши, вы нам и очень сильно нужны. Аарон. Райдоны. Да, райдоны. Шандалур. Давайте посмотрим. Вроде Шандалур вот этой атакой, смотрите. Эм. Ладно, нас зафигачили с одного удара. Допустим, это так и должно быть. Я им поддался, ребят. Я им просто-напросто фору дал, как будто первое убийство. То есть, вот сейчас им жопа. Вот смотрите. Вот сейчас им жопа. Ну, в принципе, да. Вот, смотрите, жопа, как я сказал. Ах ты, зараза такая. Почему я... Иди сюда, иди сюда, паскуда. Иди сюда, иди сюда. Меня самое большее бесит. Я почему-то иногда не могу менять покемона. То есть, как... Это может у них какая-то атака. Такая специфическая, которая не дает нам поменять на какого-то покемона. Потому что это меня иногда бесит, когда я меняю на самого своего сильного покемона. Это... Это Инфернейпа. Но почему-то он не меняется. Просто-напросто, знаете, как будто тормозит. И я нажимаю, и как будто там кнопочки нет. То оно просто-напросто не нажимается. Не знаю, с чем это связано. Может, действительно, у них какая-то там атака, да. Что не дает нам ударить. Не то, что ударить, а даже поменять покемона. Поэтому, ребята, я не знаю. Ну что, куда мы сейчас будем летать? Будем, в принципе, вот тут летать. Искать что-то. Потому что нам нужно, во-первых, какие-то большие уровни для того, чтобы все-таки нормально прокачаться. Того же Аарона. Он 28 уровень. А нужно... Нужно его... Куда я вообще... Куда я вообще лечу? Вот. Нам... Я куда вообще, ребята, не в ту сторону полетел. Мне кажется, куда-то вот сюда... Хотя, хрен его знает, честно, ребята. Я как-то... Я как-то не в курсе. Вот в несъемке, когда я вот тут немного летал. Да, я же все-таки качал покемона. То где-то тут я видел даже много вот этих деревьев. Где внутри спрятаны вот эти различные болы, из которых выпадают различные вещи. А вот сейчас, когда на съемку уже играю, я почему-то не могу... Не могу... Ну, идти, как я хотел сказать. Нет. Найти. Не знаю, честное слово, ребята. Где-то они тут были, но тут уже глиняный биом заканчивается. Поэтому нам, наверное, нужно возвращаться в эту сторону. Я, ребята... О, давайте хотя... Ну, это такой себе. Я, честно, ребята, не знаю. Наверное, все-таки в следующей серии мы вряд ли уже пойдем на геймлидера. Наверное, в следующей, в следующей серии уже готовьтесь к тому, что мы пойдем сражаться с геймлидером за право быть с геймлидером. Да, то есть мы заберем у него его право и присвоим себе. Опа, стоять. Стоять, стоять бояться. Мы пришли. Зараза, почему ты на нас так быстренько напал? И сейчас Инфернейп, и он ему надерет-то задницу, как обычно. Инфернейпа, знаете что, ребята? Может, мы Инфернейпа оставим напоследок, как будто на десерт? То есть сначала пойдем в бой, допустим... Допустим, Шанделуром, да? Когда тренер выкинет... Когда тренер не выкинет, а пустит в бой, допустим, того Лапроса, то мы тогда перейдем на Почерису. Потому что, мне кажется, Почерису нормально накидает Лапросу. Он же все-таки и водный покемон. Поэтому, если мы отлично постараемся, то Почерису может даже его с одного, с двух ударов убить. Это, если честно, даже будет очень круто. А потом, даже если тот геймлидер убьет всех наших покемонов, то, ребята, напоследок мы выпустим, наверное, Инфернейпа, который может даже в одиночку сможет затащить. Он все-таки 60-й уровень. Хотя там есть Глассион 78-й уровень, это немного хреновенько. Потому что Глассион 78-й уровень, это... Нужно, чтобы у нас хотя бы был уже... Ну, хотя бы такого же уровня покемон. Но у нас его, к сожалению, нету. Поэтому, ребята, я пока что не знаю. Нам, как минимум, нужно прокачать Арона, да? Арона. Арон, протек, это нам нафиг не нужно. Как минимум, нам его нужно прокачать. Давай... Нет, не сюда. Ребята, я не сюда хотел, а вот сюда. Как только, минимум, мы его эволюцинируем по Грона, да? То есть, Арон, или Арон, я не знаю, как правильно. Потом Лайрон, а потом Агрон. Вот когда он им станет, вот тогда минимум мы уже можем идти сражаться. Но это минимум, ребята. То есть, как только он им станет, то мы тогда уже можем идти. Но я не могу вам гарантировать то, что мы выиграем. Поэтому нужно... Нужно более-менее прокачать. То есть, может всё-таки... Как думаете, может всё-таки пойти и купить экспэшер, чтобы вот так не менять покемона каждый раз. Мне кажется, это будет отличной идеей. Но... Просто я уже так настроился то, что у нас будет механическая наковальня. Если честно, уже очень сильно настроился. Я не знаю, честно. Вот я не знаю, чем нормально можно бить. Я не знаю, какие у него нормальные атаки у этого Арона. Потому что, ну, я особо его никогда не любил. То есть, прям сильно, да? Поэтому... Поэтому я его, если честно, даже толком никогда не ловил. А, твою мать, а! Я не могу ни убежать, ни хрена сделать. Потому что он атаку какую-то там использовал. Твою мать! Вот такие случаи меня саму больше бесит со всех остальных в этом моде. И когда и он по тебе попасть не может, и когда он тебя убить не может, и когда ты его убить не можешь, ты не можешь ни покемона поменять, ни убить, ничего другое. Вот, сейчас он нас уже наконец-то убил. Но иногда бывают, ребят, реально вот такие случаи, что он нас просто-напросто даже тронуть не может. У него нет... Попадаются такие покемоны, да? Без атак. Без атак, но только вот с такой хренью, которая... Вот с такой хренью, которая просто-напросто не даёт твоему покемону ни сбежать, ни поменять на другого. покемона ничего сделать. И тогда ты сидишь и думаешь, вот твою мать, чем разработчики думали, когда вот это делали. Вот. Опять такая же хрень. Короче... Короче, лучше на этих магнитонов вообще даже лучше не нападать, потому что они реально просто-напросто бесячие и будет, мне кажется, лучше, если мы их просто-напросто отпустим. То есть вообще даже их трогать не будем. Шандалур 51 уровень. Ребята, шандалур уже 51 уровень. Это круто. Мы ему уже даже один уровень прокачали. Если честно, это даже меня очень радует. Потому что хоть это и один уровень, хоть это и не 35, но все же на один уровень он стал сильнее. А это означает, что у него на пару хп больше стало, на пару атаки больше стало. И это, если честно, уже круто. Поэтому у нас еще в инвентаре... Да, не то, что в инвентаре, в сундучке у нас еще лежат там конфеточки, поэтому может мы даже... Там, конечно, их немного, только две штуки, но все же, может, мы даже их используем. Это будет круто. Знаете что, ребята? Да, в жопу эту механическую наковальню в данный момент. В данный момент действительно, ребята, ее в жопу. Потому что в данный момент нам более так необходим это экспэ-шер. Я его покупаю. Круто, ребята, мы это... мы это сделали. Вот так. Замечательно. Одеваем экспэ-шер на Аарона. И вот сейчас, вот сейчас уже без каких-то левых мыслей, да, то, что нам нужно поменять покемона, то, что нам нужно сначала выкинуть Аарона, потом кинуть Шанделура. Без этих всяких мыслей, а просто-напросто вступаем в бой с Шанделуром и одновременно и его прокачиваем, и Аарона прокачиваем. Это реально намного быстрее будет и меньше вот этого парива по поводу, что я забыл там поменять покемона и все такое. Плюкс тому, а нас не будут парить вот те атаки, да, что, мол, ты там не можешь менять покемонов, ты там не можешь сбежать с боя и сейчас жди там полчаса, пока он наконец-то попадет по тебе и наконец-то тебя убьет. Сейчас, ребята, такого не будет, а этот действительно намного быстрее будет. Намного быстрее будет и одновременно мы также Шанделура еще будем прокачивать. Я, если честно, не знаю. Ребят, как думаете, у него будут еще дальше какие-то вот такие крутые атаки. Я, если честно, не имею понятия. Я, если честно, пока что не имею понятия. И вот что самое крутое, вот смотрите, вот сейчас на нас случайно напал покемон. Он на нас случайно напал. Если бы мы не купили XP Share, то опыт бы дался только Инфернейпу, потому что покемон на него напал. А вот так, когда у нас есть и XP Share, то покемон нападает на Инфернейпа, но опыт дается Инфернейпу и Аруну. Это очень сильно круто, ребята. Ну, смотри, нам еще одна шмоточка, конечно. какая-то там выпала, какой-то болт, ща давайте, дайте я его запинаю дайте я его запинаю ночь, я не знаю честно радоваться ли этому или нет, ночью круто то, что появляется много пылесосов, как я знаю, пылесосы и дивгонги, вот эти два покемона очень часто ночью появляются это, если честно, даже очень круто так, давайте это вот сюда выложим о, там смотрите, еще одна вот такая хрень выпала опа, стоять, хотя он такой не прям большой уровень, чтобы ради него останавливаться я бы, я бы честное слово ребята, вот я вам даю слово, то что я бы очень сильно хотел пойти и прокачать, о, стоять я бы очень сильно хотел пойти и прокачаться, ух ты, вот ни хрена себе это в принципе даже крутая атака, но в чем разговор, что я бы очень сильно хотел пойти и прокачаться на бишарпах они очень большие уровни это, во-первых, а во-вторых их там очень много из них выпадает, в принципе много опыта и даже вещички нормальные выпадают тоже железо и тот же алюминий выпадает здрасте, здрасте, геймлидер мы уже скоро придем, жди нас то есть очень много всяких вещичек выпадает, но но, 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 но разработчики походу опять поменяли спаун бишарпов и они больше не спаунятся в горах, которые покрыты вот этим гравием, да, мне кажется они просто-напросто опять взяли и опять поменяли спаун на куда-то другую какую-то точку это не очень круто это, ребята, не очень круто, потому что Нест был, Фрэнд был потому что мы уже, в принципе, привыкли к той точке она, если честно, даже была очень крутая, потому что ее не так-то и тяжело было найти и ты знал, что вот там будут действительно много всяких покемонов спаунятся точнее бишарпов а бишарпы, как обы а бишарпы, как обычно, бывают это ты че, залагал, твою мать а бишарпы, как обычно, бывают шестьдесятые уровни это, если честно, очень круто только, пожалуйста, не говори, что ты залагал это вот и что мне сейчас сделать я сейчас даже, прикиньте, я сейчас с Майнкрафта даже выйти не могу мне нужно через диспетчер задачи его закрывать или как-то по-другому потому что я даже ни эскейп не могу нажать ни выйти с боя не могу ничего я не могу сделать и что самое главное мы профукали Эмпулиона с 45-го уровня Ладно, дайте я перезайду ну, ребята я перезашел наконец-то я извиняюсь, честное слово ребят, я не представляю из-за чего это залагало но это же Майнкрафт как же без лагов то есть это обычное дело обычное дело и знаете что пока я полчаса перезаходил потому что для вас это прошло прошли 2 секунды я реально пока эти моды загрузятся это с ума можно сойти честное слово как они долго грузятся и знаете, что я подумал да ты мать твою что издеваешься я походу сейчас с безумием познакомлюсь давай твою мать попутал что ли офигеть ребята с меня походу эта серия издевается твою мать мне сейчас 5 полчаса перезаходить Ладно Раунд Раунд 2 Третий раунд Файт, да, потому что действительно Меня это уже заголебало Пожалуйста Прекрати, пиксельмон Я тебя прошу, прекращай Не нужно нам, ребята, давайте дружно попросим Чтобы пиксельмон уже наконец-то прекратил С нас издеваться В этой серии, потому что это меня реально напрягает Для вас это может одна секунда проходит Но я успел пойти Пассать, успел пойти попить Успел нарать на свою собаку Чтобы она больше там не лаяла посередине ночи На улице Я не знаю, успел еще и посидеть тут помечтать И оно опять, ребята Вот только сейчас загрузилось Я тебя прошу, успокойся Пиксельмоша Мы тебя все просим Потому что это уже больше не смешно Опять нам какая-то кока-кола выпала Или еще что-то Скраб металл или джузе, таргет спектр Это нам не нужно Ща, ребята Я пока Вот это все Угрузил То я подумал Мы почему-то Долгое время Не называем покемонов Имем Летсплейщиков Помните, ребята На начале сезона У нас было такое Что, что мы называли Пиксельмонов 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 Покемонов, которых О, дастбол выпал Круто, офигеть, дастбол выпал Мы называли покемонов Которых мы словили Именами Летсплейщиков Кто не помнит У нас уже есть Ивангай У нас уже есть Фрост У нас уже есть Лололошка У нас уже есть Филиппин Поэтому, ребята Давайте в этой серии Я дам вам Такое задание Придумайте Сейчас Дайте-ка я Вот так поменяю Придумайте Хорошие названия Не то, что даже Придумайте А вспомните И напишите В комментарии Имя Летсплейщика Тогда это даже Не летсплейщика А или Летсплейщица Или блогера Для того Чтобы назвать Почерису Потому что Почерису У нас девочка Не будем же мы С какой-то Летсплейщика Делать гомосека Называть его Имем Девушку Поэтому, ребята В этой серии Вам задание Вспомните И напишите В комментарии Имя Летсплейщицы Или блогера Для того Чтобы мы В ее честь Назвали Почерису Кто придумает Тому я скажу В принципе Спасибо И тот Вложит Даже Часть Часть Своей работы Часть Своих усилий В этот сезон И в принципе Твою мать Я никак не могу Поменять Наши уровни И тем самым Поможет мне В смысле Не то, чтобы Продвинуть Этот сезон А просто-напросто Поможет мне В его развитии Потому что Вы тоже Вложите Часть Своих усилий В этот сезон Тем самым Поможете мне Его как бы Улучшить Поэтому, ребята Задание Вспоминайте Идите И ищите Или даже Пишите имя Ваших там Любимых Летсплейщиц Или блогеров Да И в следующей серии В честь нее Мы назовем Почерицу А потом Еще в следующей серии Я не знаю Но потом Когда будет Следующая серия Тогда она будет Я пока что Ребята не буду Говорить Но в этой серии Вам задание Какую-то Летсплейщицу Или блогершу Да, ребята Ну что Приступаем Точнее Продолжаем Наш кач Потому что Ну смотрите Арон 32 уровень Давайте еще На Бишарпов Пойдем Если бы мы находили Каких-то Больших уровней Если бы Встречались Я не знаю Кто-то Какие-то Крутые Покемоны А не только Вот эти Вот эти Покемоны Которые там 10-20 уровни То если честно Мы бы уже Давным-давно Прокачали Нашего Аарона Но все же Он уже Наконец-то Эволюционирует Но Были бы Конченые Бишарпы В этих Местах Если бы Они тут Действительно Спавнились На этих Горах То я бы Был прям Счастлив Потому что Честное слово С помощью Бишарпа Мы бы За одну Ночь Прокачали Аарона Где-то С 30-го До 50-го Уровня Вот честно Ребята Если бы Они тут Спавнились То мы бы Действительно Очень быстро Были бы Прокачали Потому что Кто смотрел Предыдущий сезон Тот знает То что В предыдущем Сезоне Мы шли Вечером В горы А возвращались Рано Утром Когда Бишарпы Уже Начинали Проходить И Вечером У нас Был покемон Какой-то Там 30-й Уровень А утром Он уже Становился Утром Он уже Был 55-56 Уровень Но Сейчас Ребята Я почему-то Не знаю Куда Они все Пропали Где Они Старли Старли Это Для тех Подписчиков Кто уже Много раз Меня просил Словить Старли Это Ребятушечки Для вас Специально Потому что Честное слово Достаточно Уже Людей Просили Словить Старли Я не знаю Чем она Вам так Понравилась Но раз Вы так Просите То держите Ребята Это Специально Для вас Я ее Словил Так Вещички Вещички Всякие Это можно Выкинуть Это можно Выкинуть Я не знаю Честно Раз Тут Раз Тут Раз Тут Раз Тут Хотя В принципе Зачем Нам Раз Тут Нету Бишарпов То я Тогда Не имею Понятия Может нам Опять Вот сюда Пойти И вот тут Прокачаться Потому что Ну Тут Тут Хотя Бо Так Так Знаете Сорок Сороковые Уровни Я просто Смотрю В какую Сторону Нам Лучше Полететь Старли Я пока Что Не могу Не могу На Старли Летать Поэтому Будем Дальше Продолжать Летать На нашем Ноктавле Ребята Напишите Мне Точки Где Мы Можем Прокачиваться Где Есть Крутые Покемоны Больших Уровней Кроме Зимнего Биома Кроме Вот Этого Биома Я Не знаю Честно Больше Мне кажется Точек Нету В джунглях В джунглях Это Бред Если Честно Там Нету Там Там Очень Во-первых Тяжело Найти Покемона Из-за Большой Растительности Из-за Кучи Деревь А во-вторых Ну там Принципе Очень Какие-то Мелкие Покемоны Даже Смысла Туда Нет Уйти Мы Конечно Еще Знаете Куда Можем Пойти Попробовать Мы Еще Можем Пойти Попробовать В Это Как Его Там Мы Еще Можем Пойти Попробовать В Саванну С одной Стороны Это Круто Потому Что Смотрите В Саванне Мы Также Еще Сможем Найти Вот Магмар И Если Мы Сможем Найти Алтарь Забдуса Тогда У нас Уже Будет Полная Коллекция Алтарей У нас Уже Будет Уже Словленный Артикуно У нас Уже Будет И Мокрис Которого Мы В Скором Времени Словим И У нас Уже Будет Забдус Которого Мы Просто Сохраним На Будущее Потому Что Потом Мы Его Словим Да Ударь Уже Нафиг Его Чем Да Почему Ты Такая Жопота Ленивая Во Дайте Ко Я Вот Это Все Поскладываю Потому Что Вы Видите То Что Мы Кучу Вещей Выбили Это Можно Сюда А Вот Это Можно Вот Так Более Менее Это Вот Сюда Это Вот Сюда Круто Нет Не Шандалур И Нет Не Лайрон Да Твою Мать Всех Выкину Но Не Флайгон Магмар Больше Если честно Мне кажется Никого Тут Толкового Не Будет Да Если Честно Взять Эту Же Саванну Ну Ну Кто Ребята Ну Просто Если Вот Так Подумать Кто Может Засваниться В Саванне С Каких То Больших Покемонов Разве Что Вот О Вот Эти Чурки Которые Там Сейчас Ну Ну Нидокинг 37 Седьмой Уровень Сколько Это Таргет Спид Хотя По Куску Опы Это Если Честно Ребята Даже Неплохо По Одному Куску Опы Это Даже Отлично Ну Таурус Есть Да То есть Таурус Сколько У Тауруса По сути Тоже Много Эхп У него Тоже Много Эхп И Мне Кажется Что Да Мы Его Принципи Даже Убиваем С Много Точка Для Прокачки Тачка На Прокачку Точка Для Прокачки Да Так же Вот Эти Тут Неду Кенгуру Есть Они Принципи Ну Такие 30 Уровни Не Прям Супер Гиганты Но Круто Тоже Вот Что Одно Плохо Знаете Что Одно Плохо То Что Даже Если Вот Тут Будут Покелуты Спавиться На земле То Вряд Мы Сможем Найти Потому Что Из-за Большого Количества Травы Их Принципи Очень Тяжело Заметить Очень Тяжело Заметить Ну Вы Прикиньли Что Где-то Вот Тут Он Заспавился Как Мы Нафиг Это Все Заметим Никак Мы Не Заметим Это Все Это Не Знаю Как Нужно Быть Внимательными Или Как Нужно Присматриваться Чтобы Увидеть Что То Да Ну Вот Эти Таурусы Это Отличная Штукенция Потому Что С Них Выпадает Вот А Ну Давайте Посмотрим Сколько С 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 Выпало Под Два Куска Опыта Офигеть Плюс К тому Арбок Арбока Мы Тоже С Двух Ударов Убиваем Тоже По штуке Опыта Ребята Как Думаете Может Нам Сейчас Остаться Вот Тут Может Нам Вот Тут Остаться На Следующей Серии Это Мне Кажется Даже Отличная Идея Будет Потому Что Ну Во Первых Разнообразие Во Первых Это Разнообразие Не только же Качаться В одном Месте Арбок 48 Уровень Ребята Мы его убиваем С двух Ударов С него Падает Полтора Куска Опыта Вместе 3000 Опыта У нас Уже Лайрон 36 Уровень И у нас Уже Опа Здрасте И у нас Уже Шанделур 53 Уровень А еще Вот эти Языкастенькие Языкастенькие Парнишки В принципе Они тоже Такие Нормальные Уровни Сайпер Почему Ты так Твою Нафиг Глючишь Вы не Заметили Что Я Когда Кидаю Вот Это Покеболт Он Как будто Возвращается Возвращается Опять И тот Идет Возвращается И вот Так Немного Залагивает Нет Я Я уже Пытаюсь Внимательно Смотреть А то Многие Мне уже Говорят Что Я там То Босса Пропущу То Шайни Пропущу Но Честно Ребята Это Не мой Выбор Их пропускать Если я Замечу Я их Или словлю Или убью Если не замечу То ничего Не сделаю Потому что Иногда Даже тяжело Заметить Кого я кинул Нет Не тебя Чувак Кинул Всех Кого Мог Но не Того Кого Нужно Шандалур Лучше Ты сам Выпрашивайся В бой Кинь меня Кинь меня Я хочу В бой Хочу В бой Я тебя Сразу кину Ну 5 уровни Даже смысла Нету На них Нападать Сами знаете Большого Чего-то Большого С этого Не будет От Флайгоша Мне кажется Флайгоша Даже Около 50 уровня Должен быть Если это Нормальный Флайгоша Да 47 В принципе Да твою мать Ты что Издеваешься С меня Я вот Всегда Забываю Менять Покемонов Флайм Хекс Давайте Лучше Все-таки Поменяем На Инфернейпа Вот так По 800 Опыт Нормально Ребята Нормально Вот так Полетели дальше А прикиньте Если сейчас Заспавится Гроудон Что бы мы делали Вот ребята Представьте Что вот сейчас На этой горе Заспавится Гроудон Что я буду делать Хе-хе-хе Я не знаю Честно Мастер була У нас Нету Я бы Я не знаю Честно Ребята Даже не спрашивайте Потому что Я бы не знал Что я делаю Упускать Конечно Одного Самых лучших Легенд Я бы Наверное Точно Не стал Я бы Наверное Просто Взял Ух ты Нихрена Себе Я бы Наверное С гейммода Просто Взял Вот это Мастер бул А потом Боего вернул То есть Потом Когда бы Я подкопил Ресурсов Я бы Купил Еще один Мастер бул В магазине И потом Боего Просто Выкинул Да Потому что Мы как бы Мы как бы В кредит Взяли Да В ипотеку Да ты Ударишь его Уже Твою мать Шангелур Наконец-то Полтора куска Нифига Себе Вот ты Громила Честное слово Я даже Ребята Скрин сделаю А тут Такая Большая Задница Тут Офигеть Может нам Постараться Залезть туда Куда-то Наверх Это будет Прикольно Она реально Очень большая Вот это Длинная Большая Прикиньте Сейчас тут Алтарь Забдуса Будет Я реально Был бы рад Где-то Вот тут Ну реально Горы Прям Большущие Нафиг Это прикольно Но Я бы Больше Хотел Тех же Таврусов Те же Кенгуру Чем Вот эти Большие Горы Арбуки Даже Даже Арбуки Подойдут Я если честно Никогда не любил Арбоков Они если честно Меня иногда Бесят Ну просто-напросто Своим существованием Да То есть они Ну Какие-то Всегда любят нападать И толка От них Никакого нету Но именно Вот арбук Но именно сейчас Мне кажется Это реально Очень такой Даже Неплохой Вариант прокачки Потому что Они 47 уровни Это даже круто С них выпадает По 3000 опыта Ну конечно Не на каждого Покемона А на всех Вместе взятых Но Это круто Это круто Ребята Сколько там уже серия идет Офигеть Мне кажется Там уже серия идет Да Вот вы можете Сейчас увидеть А я не могу Потому что Меня кучу раз Выкидывало Я кучу раз Перезаходил И в общей сумме Я не могу Сейчас Зайти И посмотреть Сколько эта серия Уже идет Но мне кажется Она реально Уже очень длинная Поэтому ребята Если вы любите Длинные серии Вы знаете Что делать А делать Просто-напросто Поставить лайк Потому что Ну длинные серии Это реально Порой В принципе Они во-первых Очень утомляют Потому что Многие люди Меня спрашивают Когда там Эдисон Длинная серия Когда там Длинная серия А вы не представляете Как длинные серии Утомляют Я вообще не представляю Как люди Делают стримы Да То есть Иногда люди Бывают Под 24 часа Сидят И там Стримят Это вообще Охренение Если честно Я не догоняю Как они это делают Потому что Когда вот Делаешь такую серию Длительностью В Я не знаю В 40-50 минут То ты Потом уже Реально Просто-напросто Уставший Такой Что ты с ума сойти А это еще Плюс Монтировать Выкладывать Это вообще Охренеть Просто А когда люди Стримят Это наверное С ума Можно сойти Когда там Сидеть И честно Там 20 часов Делать Один стрим Но К сожалению Я не могу Не стримить Ничего делать Я уже Много раз Повторялся То что у меня Просто-напросто Иннет Не тянет Стримы К сожалению Тут Ну Тут где я живу В Португалии Ну Тут интернет Ребята Наверное В самых Больших Городах Даже В той же Столице Мне кажется Интернет Хуже Самый Самый Лучший Интернет Это Наверное Хуже Чем Тот Интернет Который Был В Украине В России Где-то Лет 7-8 Назад То есть Интернет Тут Ребята Никакой А для Стрима Если честно Нужен Очень Очень Хороший Интернет Я вижу Ребята Не кричите Очень Хороший Нужен Интернет Честное Слово Я пробовал Нужен Интернет Как Короче Мой Давайте Так Давайте В общем Мой Интернет Пучена Ух ты А я Даже Тебя Словлю Мой Интернет Короче В 10 Раз Хуже Минимального Интернета Который Требуется Для Стрима Прикиньте Поэтому Ребята Стримить У меня Вряд ли Получится И В принципе Я даже Не могу Знать Я Пропала Пасхуда Вот Я Если честно Даже Не могу Знать Не могу Вам Буду ли я Вообще Ну Стримить Потому Что По сути Если Тут Интернета Нету То Как Я Стримить Буду Я Не Знаю Я Не Знаю Когда Он Вообще Тут Появится Или Появится Ли Он Вообще Тут Круто Я Словил Пучену Так Сейчас Опа Опа Вы Помните Когда Я Делал Обзор На Какую То Одну Из Версий Не На Предыдущий Обзор То Когда Я Видел Пучену То Я Сразу Сказал Что Как Только Я Увижу В Своем Летсплее Тогда Я И Словлю Вот Сейчас Я Заметил Я Словил Я Своё Обещание Выполнил Мы Наверное Даже Её Потом Прокачаем Как Только Возьмём Её В Команду Как Только Разберёмся С Этим Геймлидером Выиграем Надеюсь Что Выиграем И Вот Тогда Наверное Возьмём На прокачку Саму Пучену Честно А потом Может Ребята Мы Даже Другие Гимы Найдём Если Всё-таки Существует Ледяной Гим То Значит Должны Существовать Другие Гимы Тот же Водный Тот же Огненный Те же Другие Гимы Поэтому Ребята Может Их Ох Нихрена Себе Может Мы Их Даже Потом Ух Нихрена Нихрена Себе 59 уровень Только Я бы Очень Ух Ты Круто Вылечимся Я там Ещё Видел Я там Ещё Видел Такого Ж Вот Вот Ну Этот Конечно Меньше В пол Раза Но Убить Можно Почему Бо И Нет Да Ух Ты Так Ладно А знаете Что Знаете Что Я Хочу Словить Хундура Хундурас Мы в предыдущем В предыдущем сезоне Его вот так Назвали Гундурас Где ты Гундурасишка Я бы тебя Если честно Даже хотел Словить Потому что Он огненный И если мы Потом Опа Стоять Этот вроде Должен быть Большим уровнем Да А если Мы потом Даже найдём Какой-то Травяной Гимн То Гундурас Нам очень Сильно Пригодится Потому что Он всё-таки Огненный О, нифига себе А как вы знаете Огненный против Травяного Это наверное Самый эффективный Поэтому это даже Будет очень сильно Круто Если мы сможем Найти Если мы его Сможем найти И если мы Его конечно Сможем словить То есть Найти это одно А потом Оу Да Вот он Ребята Хундур Хундур Хундум Только нам Хундур нужен Нам не нужен Хундум Нам нужна Его предыдущая Эволюция Я не хочу Вот один подписчик Недавно У меня спрашивал Я не помню Это вроде было Под предыдущей серии То есть Мол Эдисон Почему Ты не словил Почему ты не словил Лайрона То есть Ты видел Кучу Аронов Ты видел Кучу Лайронов Почему ты ловишь Там Десятого уровня Арона Если ты сразу же Можешь словить Какого-то там С 50 уровня Лайрона Уже в принципе Сразу прокачанного Я ему уже ответил Но я отвечу тем Кто так же Задается этим вопросом Ну во первых Он уже прокачан Это уже теряет Интерес К самой прокачке К самому моду Ведь я думаю Вы согласитесь Если мы будем Ловить сразу Всех покемонов Которые уже будут Прокачаны Практически До Своей финальной Эволюции Будем их ловить И в принципе Прокачаем ему Там 1-2 уровня И сразу же Выкладываем в компьютер Так мы закончим Весь сезон Там за 10 серий Потому что Мы так словим Всех больших покемонов Сразу На максимальной Эволюции И в принципе Весь смысл Потеряется А так Во вторых Когда мы его ловим То он маленький Уровень И по ходу Эволюции Мы видим Как он эволюционирует Как он растет У нас на глазах И мы больше Привыкаем к этому Покемону Чем сразу Когда мы Словим финальную Эволюцию И сразу же Его выложим Что там еще есть В-третьих Когда мы его Сами прокачиваем То мы можем Ему выбирать Ту атаку Которую Ты хочешь А не ту атаку Которая у него Уже будет То есть Ты можешь его Эволюционировать Так как ты хочешь А не так как Ты его уже словишь И он так уже будет Это вот В-третьих Ну что еще осталось Если честно Больше не знаю Но И в-четвертых Мелкие Покевоны Они намного Проще ловятся То есть Если вот сейчас Мы попробуем Словить 49 уровня Хундума То вряд ли Мы его даже Сможем словить Потратив на него Там 20 квикболов Потому что Чем больше уровень Тем хуже он ловится Чем меньше уровень Тем иногда Он лучше ловится Зависимо От его Натуры Да Может быть Натура паскуда Вот так называется Который вообще Не хочет словиться Вот этот чувак Белдум Люди которые Просят словить Белдума И метанга Ребята Он ловится Так же Как легенда То есть На него Нужно потратить Мастер бол Чтобы его словить Я не говорю Я не утверждаю Вам то Что его нельзя Словить С обычным Покеболом С обычным Болом Всех Любых Покемонов Можно словить В Майнкрафте В пиксельмоне С обычным Болом Даже включая Мюту И других Легенд В предыдущем Сезоне Мы же словили Как-то Селеби С помощью Даскбола Но Иногда Это может Очень сильно Вам повезти Вы сможете Его словить С первого Там С десятого Бола Но Легенды Там 1% Шанса Что он Словится То есть Легенды Ловятся С обычного Бола Так же Как будто Вам выпадет Ножик В кейсго Да С кейса То есть Шанс Есть Но Очень Маленький Проще Пойти Купить Его Сразу С торговой Площадки И сэкономить Там Пару Тысяч Рублей И то Не факт Что он Тебе Выпадет Чем Идти И пробовать Его Добыть Вот так Кидая У него Бол И пытаясь Его Словить Так же Ребята С метангом Метанг Так же Ловится Поэтому Я не хочу Не тратить На него Пару Стаков Болов Чтобы Его Словить И я Если честно Вообще Не имею Желания Тратить На него Тратить На него Мастер Бол Потому что У нас Нету Лишних Мастер Болов У нас Сейчас Вообще Ни одного Мастер Бола Нету И Если мы Выиграем Геймлидера То мы Получим Как приз Мастер Бол Мне кажется Лучше Тот Мастер Бол Потратить На Поимку Молтреса Чем На Поимку Бел Дума Так же Если мы Даже Уже Накопим Себе Монет И сможем Купить Еще Один Мастер Бол То мне Кажется Лучше Купить И Оставить На Забдуса Если Мы Его Когда Найдем Или Например Какого-то Любого Другого Легендарного Покемона Который По сути Сможет Заспавиться В любой Момент Это Мы Никогда Не знаем Потому что Шанс Есть Но Они Спавятся Так Как Они Покемона Не Тогда Когда Мы Захочем Или Не Тогда Когда Мы Будем Готовы Его Ловить Но Все Ребята Мне Кажется Нужно Уже Заканчивать Потому что Сирия Мне Кажется Я Честно Ребят Я Просто Сейчас Не Знаю Сколько Найдет Но Нарду У У Стоять Друзишки Стоять Братишки Мы Тебя Видим Не Уходи Шандалор 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 Стоять Ты куда-то Намылился Чувак Ты 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 Куда-то Намылился Я не знаю Ты от нас Убежать Хотел Не Орб Выпал Iron Tail Iron Head Metal Клау Бла-бла-бла Бла-бла-бла Так Что там Выпал Нам Орб Выпал Орб В принципе Пригодится А сколько Ну По 3000 Опыта На каждого Покемона Это круто Ребята Вот Как только Я сказал Что Давайте Заканчивать Серию Сразу Заспанился Легендарый Покемон Ну Как Вот Тупая Пашка Какой Легендарый Покемон Босс Покемона Не Легендарый Покемон Это круто Ребята Потому что Не каждую Серию Мы встречаем Босса И если бы Я на пару Секунд Быстрее Сказал Что пора Заканчивать Серию То я бы Наверное Уже успел Телепортнуться К нам Домой И мы бы Вряд ли Успели Заметить Вот этого Покемона И это круто Хоть он Не прям Суперский Был Он был Только 66 уровень Это не прям Супер Гипер Пупер Но все же Я рад То есть Не каждую Серию Мы встречаем Боссов А если Встречаем Каждую Серию Боссов То не Каждую Серию Я их Замечаю Как Сами Знаете Я несколько Серий Назад Профукал Большого Там Мэджикарпа Желтого Да Это вроде Самый лучший Босс Желтый Мэджикарп По сути Обычно Бывает Около Сотого Уровня И то есть Даже с того Жем Мэджикарпа Нам бы Выпало бы Охренеть Какая Большая Гора Опыта Но все же Ребята Сейчас 100% Уже Нужно Идти Домой Я уже Не знаю Сколько Эта Серия Длится Но мне Кажется Ахменить Сколько Я прям Засиделся Заговорился И это Офигеть Ребята Ладно Вы хотели Длинную серию Вы ее получили Я даже Ну Сейчас Прям Секунду Подождите Я сейчас Быстренько Проверю Сколько Она уже Длится 16 минут 16 минут Плюс Плюс Это Это у нас Уже Есть Охренеть Она длится Уже Больше Чем 40 минут Вот вам Ребята Практически Часовая Серия Уже Многие Подписчики Меня уже Давно Спрашивали Мол Эдисон Когда там Длинная серия Вот вам Длинная серия Которая По сути Получилась Вообще Случайным образом Потому что Я если честно Даже не планировал Просто Засиделся С этими Если бы Вот тогда Два раза Мне не пришлось Перезаходить За этих багов Мне кажется Я бы не сделал Такую длинную серию Вот тогда Мне в эту хрень Башку запудрило Я наверное На этом И засиделся Так долго Ну ладно Ребята Мне кажется Действительно Уже на этом Нужно заканчивать Длинная серия Там может и хорошо Но долго Они заливаются Долго Они монтируются И долго Бла-бла-бла-бла-бла Никто это слушать Не хочет Я знаю Поэтому ребята Давайте уже будем На этом заканчивать Сразу Всем спасибо За просмотр Я буду очень Сильно рад Если вы поставите лайк С одной стороны За длинную серию Она же вам понравилась А с другой стороны Если вы хотите Видеть серии Не нападай Зараза Если вы хотите Видеть серии Пиксельмона Как можно быстрее Если мы Хоть прям В этот момент Наберем 1000 лайков То в ту же секунду Выйдет следующая серия Пиксельмона Если мы завтра Наберем 1000 лайков То значит Завтра выйдет Следующая серия Пиксельмона И когда Да я сказал Не нападай Вот ты паскуда И как только Мы это сделаем Вот тогда она выйдет И по сути Это зависит от вас Также ребята Оставляйте свои комментарии Я отвечаю На вопросы подписчиков Я с вами общаюсь Поэтому если вы хотите Со мной пообщаться Все что от вас требуется Это просто-напросто Задать вопрос И написать Комментарий Под этим видео Я его прочитаю Отвечу И так же с тобой Пообщаюсь И последнее Ребята Не забываем Подписываться на мой канал Если вы не подписаны Но смотрите видео То подписывайтесь Если вы новенький То так же подписывайтесь Я рад каждому новому подписчику Поэтому не стесняемся И подписываемся На этом ребята Мы заканчиваем Я если честно Пока что не знаю Что мы будем делать В следующей серии Но мне кажется Что мы уже Докачаем лайрона Я его может Вне серии прокачаю Как минимум К 46 К 47 уровню А в следующей серии Мы его уже докачаем Хотя бы К 55 уровню И вот тогда Уже на следующую серию Мы ребята Уже наконец-то Пойдем сражаться С геймлидером Победим его Я надеюсь И станем Сами геймлидером И тогда уже Может там Какие-то другие геймлидеры Будут приходить С нами сражаться Возможно Но все же Мы уже практически Прокачали Орф Мы его уже Наполовину Прокачали И через серии Так 5 Мы уже Может Заспамим Молтреса Но ребята Еще раз повторяюсь Не будем Еще дальше Тянуть серию Потому что Она уже Охренеть Какая долгая Всем спасибо За просмотр Всем удачи Всем пока Че-то я как-то Быстро Разговорился Давайте Немного Убавим Темп Сейчас Немного Все Всем пока Пойду попью А то прям Горло высохло Сейчас Сдохну От сухи До свидания Пока Хей дружок Притормози Вот сюда Посмотри Здесь ты видишь Палец вверх Вот нажал И вот успех Я лайку буду Очень рад Ты же в курсе Ты же мой фанат У нас большущая семья Все подписчики И я